Узнаёте? Угу. В кадре хочу. Да. Это... Я. Сейчас ещё немножко уберу. Сегодня прошёл... Ну, месяц ещё не прошёл. Три недели прошло, как я... А! Ровно три недели сегодня. Как я съездил к Полине, в Питер. Вот. Я наснимал несколько эпизодов. Каждый из них есть на Ютьюбе. Можно посмотреть. Я не прятал. Вот. Но думаю, что пришло время соединить их в целый фильм, который сейчас продемонстрируем. вдохновил на создание фильма меня эпизод с... Софией, Стивой. Вот. мы только что с Таисией посмотрели. Таисия у меня в гостях сейчас. Привет! Привет. Ну, дети прекрасные. Чего? Какой чихает. Привет! Привет! Там, в принципе, всё есть в этих эпизодах. Посмотрите. Но, хотел сказать одну вещь ещё, что... очень интересный был сюжет, когда я забежал в поезд и бегу, значит, вдоль вагонов. И мне на каждом вагоне, говорят, с хвоста поезда, с Димой бегаем на перрон. На каждом вагоне, говорят, у вас какой вагон? Я говорю, в седьмой. Они говорят, забегайте скорее, сейчас поезд отходит. Я говорю, да пять минут ещё же до конца. Ну, бегу. Да бегу, успею. Вот, бежим. Бежим с Димой, согнувшись с сумками с тяжеленными. А потом уже мужчина наиболее солидный говорит, нет уж, давайте садитесь. Ну, я в очередной раз спрашиваю, какой вагон? В седьмой, давайте уж садитесь, пожалуйста, вот сюда. Мы ваши вещи посторожим, вы отнесёте постепенно. Как оказалось, это был начальник поезда. Вот. Потом он пришёл, поинтересовался, как я успел, всё ли я перетащил в мой вагон, в седьмой пришёл. Вот. Потому что запрыгнул я в двенадцатый. Вот, получается, пять вагонов я один, без Димы таскал, перетаскивал эти вещи. Ужас, кошмар. Больше кошмар был, вот когда мы эти вещи... Уже с Полиной, когда Полина меня встретила... Да уж. Надо было... Да уж, кошмар. Надо было дураку нанять такси за четыреста рублей, приехать. Ну, ладно. Потому что вечером мы ещё с таджиком на тележке... вернее, таджик дал тележку, мы с Полиной ещё тащили в тот же день, когда обратно... Вернее, когда в Питер приехали, вот, тяжести, перенос тяжести состоялся днём, в полдень. двенадцатый поезд прибыл. А потом вечером, уже ночером, ещё накупили всего в Аби, и... Таисия всех, кто проходит, всем машет рукой, и все здороваются. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вот. Ещё тащили тележку, волоклину. По дороге ещё в тележку закинули... Что? ...стремянку. Очень весело было. Так вот, что хотел сказать. В поезде, этот начальник поезда, потом справился, как я успел. Зашёл что-то разговор, слово за слово. Я ему сказал про Устикамы, какая там была природа до затопления Куйбышевского водохранения. И что сейчас там всё уже, так сказать, заилино, все озёра, все там... Вот это вот всё. Рита помнит, наверное, маленькая совсем была. Как там один год был... было... рекордно низкий уровень воды. И мы думали, сейчас дедушка на лодочке нас приедет встречать. А там оказалось всё сухо. Точнее, не сухо, а жижа такая. Бесконечные просторы жижи. Вот. И нет, нельзя. Без тебя прёт прямо. Хе-хе-хе. Я выступаю, говорю. И вот начальник поезда потом это всё заинтересовался. Он, во-первых, в купе ко мне пришёл, мы с ним там час разговаривали. А потом он сказал мне, приходите ко мне, я вас приглашу отдельно, я хочу вас угостить чаем. Вот. Я сам делаю чаи разные. И, в общем, он пришёл, позвал, мы с ним часа четыре, наверное, разговаривали, вот в первый день, 20 февраля. И пили его чаи. Он заваривал их в термосе. Первый чай он дал попробовать нейтральный, такой демократичный, который общую потребимость с шиповником и с яблоками. И когда мы выпили уже второй термос этого чая, он мне говорит, а у меня вот ещё есть, я делаю Иван-чай. Я говорю, как, не может быть. Я говорю, мечтал Иван-чай попробовать. И он принёс Иван-чай, заварил. Он говорит, но он у меня не ферментированный. Я говорю, а чем от ферментированного отличается? Он говорит, ну, примерно тем же, чем квашеная капуста, от обычной свежей отличается. И, в общем, мы пили чай, разговаривали вообще об многом-многом-многом. Потом пришёл к нему его друг, тоже из Нижнего Новгорода, как и он, который с женой ехал в этом, в соседнем вагоне. Вот. Мы ещё попили чай с проводником, с одним, который ему помогал, с этим другом. В общем, было вот такое, четыре часа прекрасного общения. Ну, это дополнительно к тому, что вы увидите дальше.